Я Сергей Никольский, рассказываю о голландской живописи Золотого века, приветствую всех на своём канале, и сегодня будет о портрете. А вернее, об одном его аспекте – о похожести и непохожести. Так ли выглядели голландцы и голландки, как мы видим их сегодня на портрете. Я говорю только про лицо модели, а не про одежду, с которой тоже много непонятного. Похожесть, как мы её сегодня понимаем, – вещь новая. Появилась лишь после изобретения и распространения фотографии, когда живого человека стало возможно сравнивать с дешёвыми и многочисленными его изображениями, находить среди них самые характерные и радостно восклицать. По этой фотографии я его сразу узнал. И вот когда появилось изобилие точных изображений лица, то картины, которые эту похожесть и характерность не схватывали и пропускали, можно было обоснованно отвергать. До нового времени похожесть на портретах, конечно же, существовала, но с другими стандартами, и планка была ниже. Той точности, которую должны были достичь художники конца XIX и начала XX века, хотя бы для самих себя, в XVII веке просто не существовало. И тут надо задать важный вопрос. Если мы об искусстве живописи, а не о документальных нуждах, то нужна ли похожесть на портрете? Об этом я расскажу чуть дальше, но вкратце можно сказать, что похожесть важна для изображённого и, возможно, его семьи. Но это их печаль и радость. Мы же, ценители искусства, попросту хотим, чтобы картина была прекрасна. А так как мы не пограничники, проверяющие паспорта фотографической документальности, нам не требуется. Для примера я показываю тут фотографию Жанны Эбютерн, возлюбленной Модильяне, и портрет его кисти, который никакого отношения к модели не имеет. И вот те, кто любит Модильяне, кому он нравится, вполне могут наслаждаться этим так называемым портретом. А если им скажут, что портрет-то не похож, на это они могут ответить. Но ведь картина-то красивая. Но я не про Модильяне, я про XVII век. Откуда нам сейчас известно, что в XVII веке под похожестью понимали что-то другое? Главным свидетельством являются сами картины. В этом видео я похожу портреты, написанные с одного и того же человека, но совершенно не сходные между собой. Для этого я выберу портреты богатых и важных голландцев, про которых заведомо известно, что они не пошли бы к дешевому и неумелому мастеру. Нет, нет, нет. Эти господа привыкли получать все самое лучшее. Они обращались к самым лучшим художникам. И вот на примере этих изображений можно понять, что умели и чего не умели голландские портретисты. И первым таким голландцем, несколько портретов которого сохранились, будет доктор Тульп. Ныне известный из-за картины Рембрандта «Анатомия доктора Тульпа». Вот он здесь вскрывает труп и объясняет своим коллегам строение мускулатуры руки. Про картину можно многое рассказать, но я не буду. Меня интересует лишь похожесть. Но все же не обойтись без пары объясняющих слов. Урок доктора Тульпа – это очередной заказ гильдии хирургов для прославления гильдии хирургов, предназначенной для зала встреч гильдии хирургов. Групповые эти портреты писали и до Рембрандта, и после него. На холсте мы видим фантастическое изображение действительного события. Фантастическое, потому что интерьер вымышлен. Вот как выглядели настоящие анатомические театры. Это гравюра с изображением такого, а вот современная реконструкция воспроизведения такого помещения. Видно, что у Рембрандта на картине совершенно иное и придуманное пространство. Не так, как на холсте протягало и само действие. На картине изображены лишь те врачи-слушатели, которые решили попутно с тульпом увековещиться и заплатили художнику деньги за свое изображение на картине. Публика вообще не показана. А что было на самом деле, можно понять по рисунку настоящего сеанса анатомии. Смотрите, сколько на самом деле в театре было народу. То было популярное занятие и развлечение просвещенных граждан. В XVII веке была мода на науку, и интересующиеся покупали билеты на подобные лекции. Слово увековечиться означает, что те врачи, которые на холсте, должны были быть узнаваемы. И вопрос, насколько, насколько они похожи. Мы не можем ответить, потому что нету других портретов с окружения тульпа. Однако же можно предположить, если у одного была борода лопаточкой, а у другого борода клинышком, то это на картине было соблюдено. Однако нам повезло, что сохранилось немало изображений главного героя картины – доктора Тульпа. Об этих портретах мы и поговорим, но сначала надо немного о самом Николаесе Тульпе. Он родился в 1593 году в Амстердаме, умер там же в 1674-м. Знаменитый в Голландии человек. С юности Тульп метил наверх. В 29 лет сменил свое имя с простецкого «класс Петерсон», то есть «Коля Петров», на «Николаес Тульп», то есть «Николай Тюльпанов», по названию ставшим модным цветка, потому что «тульп» по-голландски – это «тюльпан». Тульп преуспел везде. Он был врачом, он стал им в 21 год, и не просто врачом, а выдающимся. Совершил много открытий. Илеоцикальный клапан, разделяющий тонкую и толстую кишки, до сих пор носит его имя. Медицинская карьера его тянулась почти 40 лет. При этом он был не только ученым, но и лечил людей, и вроде бы неплохо. Первый брак был по любви и вопреки воле родителей. Жена умерла молодой. Вторым браком женился на дочери амстердамского бургомистра. Удачная женитьба, потому что параллельно с медициной в 29 лет Тульп начал служить в муниципалитете. В числе разнообразных постов он был ответственным за реформирование оптичной службы Амстердама, в чем преуспел. Восхождение по служебной лестнице шло бойко, и в 60 лет он стал одним из бургомистров Амстердама. Одновременно в городе тогда было 4 бургомистра. После этого Тульп становился бургомистром еще, как пишут, не менее трех раз. То есть точно неизвестно, но вот про три раза мы знаем. Забрался доктор на самый-пресамый верх голландского общества. Тульп родился в богатой семье. Городская служба сделала его неизмеримо богаче. Состояние его оценивалось в 280 тысяч гульденов. Это колоссальная сумма. При этом он был кальвинистом святошей, осуждал богатство, призывал к скромной жизни. Так на празднике, устроенном в честь его 50-летней деятельности в муниципалитете Амстердама, он воздержанно и экономно кормил приглашенных дешевой селедкой с деревянных тарелок. До нас дошло несколько его портретов. А зачем скромнику портреты? Николас Тульп в молодости решил сделать карьеру и задуманное исполнил. А для констатации успеха нужна живопись, нужны изображения, нужны портреты. И опять Тульпу повезло. Та карта, на которую он вставил, выиграла. Мы помним его сейчас из-за портрета кисти Рембрандта. Для чего я тут коснулся биографии? Для чего все эти сплетни? Чтобы показать, что человек был непростой, летал высоко, знал, чего хочет. Портреты с него писали лучшие художники того времени, которые похожестью, как она тогда понималась, не пренебрегали. Наоборот, художники старались. А заказчик Николас Тульп был этими портретами удовлетворен. Итак, похожи ли Тульпы с разных портретов друг на друга? Это один и тот же человек или... И вот мне кажется, что или. Но сначала Тульп у Рембрандта. Герою картины здесь 39 лет. Вот. Посмотрите повнимательнее. Вот большой фрагмент. Два портрета, которые я следом покажу, созданы приблизительно в то же самое время. Самый ранний портрет погрудный, то есть недорогой. Зато художник дорогой и в то время модный. Корнелис Вандерфорд. Тульпу тут около 32 лет. Он врач и уже два года служит в муниципалитете. Господин с этого портрета кудряв, сделан красавчиком из Голливуда. Таких не бывает в жизни, а только после посещения гримера. Голова его вытянута, лицо прямоугольно и излишне симметрично, не худ, но и не толст, морщина поперек чела и в лобных костях некоторая вертикальная прогнутость. Нос ровен, с легчайшим намеком не в курносую, а в орлиную сторону. Губы не тонкие и ровно очерченные, брови густые, заметные мочки ушей, борода лопаточкой, глаза темные, карие и южные большие. Тульп ли это? Владельцы картины, потомки тульпа, и все ученые говорят, что тульп. Ну что ж, примем на веру. Следующий портрет не погрудный, а поясной, небольшого размера. Художник опять достойный, и среди амстердамцев популярный, Николаес Пекиной. Возможно, что эта небольшая панель подарок тульпу в благодарность за удачное лечение дочери художника. Тут тульпу 40-41 год, то есть через год-два после портрета Рембрандта. На портрете надпись, удостоверяющая личность изображенного. Хм, надпись? Значит, нужна была надпись, чтобы тульпу узнали. Голова доктора кругла и редькой вниз. Кудряв. Художник пытался сделать его красавчиком. Вышла кукла из целлулоида, а не человек. Пухленький. Морщина поперек и рельеф лба совпадает с портретом Вандерворта. Нос абсолютно прям и без орлиности. Спинка носа неровная, становится чуть тоньше перед кончиком. Губы меньше, чем на предыдущем портрете, чуть растянутее и бесформеннее. Глаза не такие темные и не жгут южным взглядом. Брови жиже, мочки не особенно выдающиеся, двойной подбородок, смягченный деликатным художником. Бородка клинышком. Ну, это парикмахер мог предложить знаменитому врачу что-то новое и постриг его лопаточку. Рисунок торса очень странный и непонятный, словно у тульпа горб в районе поясницы. С картины этой делались гравюры. Когда, точно неизвестно, но при жизни тульпа. Если бы самому доктору портрет не нравился из-за непохожести, то он его гравюрам бы и не давал. Другая возможность, что портретом он мог быть и недоволен, но все равно решил, что непохожая гравюра с его именем важнее, чем маловажное сходство. Сравню эти два портрета с Рембрандтом. Тут голова кругла и редькой вниз. Лицо обрюзгло. Кудряв ли? Вроде нет. Волосы потемнее, чем на портрете Пикиноя. Волос побольше, чем на двух предыдущих изображениях. У Пикиноя и Вандерворта видны залысины, а здесь из-под шляпы бодро лезут волосы. У Рембрандта тульп точно не красавчик, а пухлый и рыхлый. Знакомой морщины нет, хотя шляпа и мешает, но все же нет. Нос значительно мясистее, чем нарисовал Петиной и даже Вандерворт, и каплю набухает в кончику. Губы еще более расплывшиеся и бесформенные, глаза на выкате исчезают в виде общей одутловатости, мочки ушей большие, вообще тут уши самые внушительные и ромбовидные. Брови жидкие, длинные, не похожи на брови Пикиноя и Вандерворта, двойной подбородок написан неумело, вообще нижняя челюдь не с натуры и получилась там опухоль. Бородка клинышком, фасон бороды доктору понравился, таким он и останется. У Рембрандта в подмалевке лицо Тульпа было шире, а усы пушистее. Это дало некоторым ученым повод предположить, что лицо позже изменил реставратор, сейчас данную идею отвергли. Вероятно, лицо дописывалось без модели. У Рембрандта Тульп и все прочие врачи изображены румянами. Сделано это, чтобы показать разницу между телом живым, телесно-розовым, и телом мертвым, зеленовато-землистым. Цвет волос у всех врачей на картине различен, однако каждому, каждому в усы стрельнула рыжина. Проработка лиц тоже неравномерна, у фигуры сзади лица обобщеннее, и затенены больше, чем у лиц тех, кто на первом плане. Ну, это правильно. Глаза у Тульпа и у всех слушателей одинаковые, серо-голубые. У всех? Впрочем, понятно, если писано с рисунка или по памяти, то Рембрандт начал писать глаза одного персонажа, да до одно намазал всем глаза той же самой краской. Два слова о картине Рембрандта. Сейчас она считается необычайно важной, непрекрасной, потому что именно с нее начался в Амстердаме взлет карьеры Рембрандта живописца. В 17 веке картина была не слишком заметна, первое свидетельство о ней относится к 1693 году, то есть 60 лет никто ей особо не восхищался, гравюр с нее не делал, хотя она и была доступна, висела в публичном пространстве. Итак, я рассказываю про похожесть. И тут подытожу. На трех разных портретах я вижу три разные модели, три разных лица. Без надписи никогда не догадаться, что это один и тот же человек. Есть несколько картин, про которые говорят, что там изображен тульп, хотя нет и не было тому никаких доказательств. Почти все эти работы находятся в коллекции Сикс. Сикс – это знаменитая амстердамская семья, когда-то это были регенты, про них я рассказывал в своем видео про Тербурха, потом семья уже давно перетекла в аристократию, а доктор Тульп был одним из пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушек нынешнего барона Сикса. Приведуйтесь этих безымянных людей, которых Сиксы считают за своего предка доктора. Портрет кисти Франца Халса не так давно считался Тульпом. В коллекции Сикс и по сей день его полагают таковым. В научной литературе картина сейчас считается портретом неизвестного кисти Халса. Семья Сикс купила безымянный холст в середине XIX века и сразу же опознала в художнике Халса, а в человеке с портрета своего предка. Портрета Рембрандта, изображавшего знаменитого пращера, было бароном для славы недостаточно, тогда придумали, что тут и Халс и их прапрадедушка Тулп. Ну и как вам дедушка? Похож? Вот вам вероятно кажется, что не очень, а сто лет ученые думали, что очень похож. Обороны Сикс и до сих пор видят в портрете фамильные черты. Дальше портрет, где Сикс тоже видят Тульпа и его семью. Ученые же считают, что изображен неизвестный. Холст приписывался в прошлом четырем разным художникам. Сейчас успокоились на атрибуции «приписывается Пекиною». Сиксы купили картину в 1932 году и сразу догадались, что это Тульп. То есть у семьи мысли стандартно работали в одну и ту же сторону. В 19 веке купили безымянную картину и догадались, что это Халс и Тульп, а следующее поколение уже в 20 веке купило безымянную картину и догадалось, что это Пекиной и Тульп. Видно, как для того, чтобы сохранить положение в обществе, нужны постоянные усилия, и живопись для этого весьма удобна, даже необходима. Семья Сикс каждый год получает от государства серьезные деньги на содержание личной коллекции. При этом обычным гражданам коллекцию увидеть практически невозможно. Еще один портрет кисти художника Адриана Бельдемакера, где Сикс сразу догадались, что это Тульп. Но ученые с догадкой не согласны. Тут обращаю внимание на веселую деталь, как лицо и фигура девочки оторваны друг от друга. Лицо выглядит восковой маской. Довольно страшно. Этого старичка Сикса окрестили тульпом, потому что он похож на скульптуру настоящего тульпа, речь о которой впереди. Напомню, что мы говорим о похожести. И вдруг выясняется, что и не важна она никому. Ни в 17 веке, ни в 19, ни в 20. Непохожие портреты сохраняются в коллекции для славы семьи и чтобы побередить честолюбие, причем тут внешность. Но приведу еще несколько картин, которые когда-то были тульпами, а теперь ученые решили, что это не тульпы. В этом случае коллекционеры живописи примазывались к имени знаменитого доктора, потому что картины становятся известнее, дороже, лучше и желаннее, если про них можно рассказать привлекательную историю. А в живописи же мало кто разбирается. Вот портрет кисти Рембрандта, или, может быть, не Рембрандта, между учеными идут споры, Рембрандт это или нет. Портрет был тульпом, а теперь перестал им быть. Вот еще один портрет, который почти наверняка Рембрандт, то есть ученые про него почти не спорят, и про него в середине 19 века тоже думали, что это Тульп. Причем все помнили ту картину с уроком анатомии и сравнивали эти лица с лицом доктора Тульпа. А теперь не Рембрандт, а портрет кисти Томаса де Кайзера, который угодил в Тульпы не из-за того, что он на кого-то там похож, а потому что рядом с мужчиной череп. И вот безграмотный знаток этот символ бренности перепутал с докторским инвентарем. Но вернусь еще к нескольким бесспорным изображениям доктора. Конечно же из коллекции Сикса. Портрет кисти Юргена Овенса. Это 1658 год. Тульпу 65. Морщины в этом возрасте разгладились. Он стал котиком и блондином. Из знакомых нам черт человека тут видна излишняя полнота и конусообразность. Это другое, не похожее на прежние лица лицо. Даже не лицо, а сплошные сладость и плюшевость. С картины Овенса тоже были сделаны гравюры, подтверждающие удовлетворенность клиента своим образом. Есть в собрании Сиксов еще одна гуашь с плюшевым тульпом, с натуры ли, с портрета Ли Овенса неизвестны. А теперь трехмерное искусство. Прижизненная медаль, посвященная успешной службе в муниципалитете, была исполнена и в бронзе, и в серебре. Нос тут приближается к орлиному, да и вообще орел. С годами тульп не полосел, а наоборот обкурчавился. Таким сделался его образ. И это особенно заметно на памятной медали 20 века, ее отчеканили в 1936 году, празднуя 300 лет голландской фармацевтики. И вот там прическа пожилого тульпа стала густой и барашковой. Кроме того, у Сиксов в коллекции хранится мраморный бюст, где бургомистр Амстердама явлен нам во всей своей мощи и всем великолепии. Вот несколько снимков этой скульптуры. Датирует бюст по-разному. Или 1655 годом, или 1658. Тульпу или 62, или 65. Так что здесь с похожестью? Похож ли наш герой на Овенса? Похож ли на Рембрандта? Я считаю, что нет. Зато я знаю, на кого он похож. Однотипным образом в 17 веке высекали важных персон. Артус Квелленус, так звали фламандского скульптора, сделал несколько бюстов портретов голландских патрициев. И вот они-то все похожи друг на друга, как родные братья. Вот мраморный бюст Корнелиса Видзена, тоже бургомистр Амстердама, исполненный в том же 1658 году. Скажите, но не то же ли лицо, не тот же ли самый образ? Вот мраморный бюст Йохана Хейде Копера, бургомистр Амстердама, исполненный на четыре года раньше, в 1654 году. Похож? Если похож, то на кого? На Видзена, на Тульпа, на самого себя или на образ, который надо было представить публике? Другие скульпторы высекали портреты своих заказчиков по той же самой схеме. Вот неизвестный, вышедший из-под резца неизвестного мастера. Но так как господин выглядит точно так же, как и другие господа, то и его считают неизвестным амстердамским бургомистром. Действительно, а кто это еще может быть? И опять можно спросить, где та современная похожесть, о которой мы сегодня говорим? Итак, мраморному бюсту надо было быть похожим на мраморные бюсты других важных персон. Портрету надо было просто существовать, чтобы им гордился сначала изображенный на нем человек, а потом его дети, внуки, правники. А еще были гравюры. И гравюрам надо было заработать. Они копировали все, что угодно. Они резали свои доски с картин или с чужих гравюр, удаляясь решительно и бесповоротно от черт лица человека, которого при рождении назвали класс Питерсон. Нынешним же пра-пра-пра-правнукам вообще не требуется похожести. Им нужны славные имена халса и тульпа, пикиноя и тульпа, кого угодно и тульпа. А что там с картиной Рембрандта? Может быть, только он один и написал тульпа похожее, а остальные художники были криворукие? Увы, увы, у Рембрандта художника не всегда получалось писать, рисовать или гравировать похоже. И об этом я сейчас расскажу. Нам повезло, Рембрандта считали гением всю жизнь, и поэтому мы знаем о нем гораздо больше, чем о других живописцах. Так сохранились его ранние работы, а это редкость в голландском искусстве, потому что первые 10-15 лет художника обычно пропадают во тьме. Дошло до нас много документов, связанных с Рембрандтом, но это нетрудно, потому что человека скандальнее, надо еще поискать во всей голландской живописи, и еще дошли до нас суждения современников о нем, и там тоже говорится о похожести. Итак, посмотрим. Чтобы понять, умел ли Рембрандт писать похоже, или у него выходило, как у Модильяне, сначала взглянем на автопортреты Рембрандта. Человек с вотростом меняется, поэтому возьмем изображение, созданное в одно и то же время. При этом возьмем те, про которые понятно, что это автопортреты, потому что со сходством в картинах у Рембрандта были проблемы, и про много портретов нам неясно, кто там изображен. Итак, вот несколько молодых Рембрандтов, одного и того же 1629 года. Картины, рисунок, афорты. Рембрандту в 1629 году 23 года. И вот рисунок из Ряйкса и похожий на него афорт. Здесь Рембрандту ну не 23, а лет на 10-15 больше. Дальше. Два небольших и практически идентичных портретов из Ряйкса и Мюнхена. Один худой, другой мордатый. Ну ладно, это можно объяснить. И схудал или потолстел. Но вот по-разному посаженные глаза проблематичнее. Автопортрет из Нюрнберга. Это проработанная картина, и он похож и на мюнхенский, и амстердамский. Про эти три картины можно сказать, что это один и тот же человек. Но вот следующий автопортрет из Индианаполиса. И вот на нём мы видим совсем другой тип лица. Какая-то другая персона. Дальше. Рембрандт из Бостона и Рембрандт из Лос-Анджелеса. Это уже вообще какие-то левые типы. Совсем иное строение черепа. И здесь можно твёрдо сказать, никакого сходства между этими картинами и нюрнбергским типом нет. Теперь афорты, которые сделаны в том же самом году. Три афорта, и на них опять разные люди. На одном нос сильно поехал в ширину, на другом в ширину разъехались скулы. На третьем же лицо полностью перекошено и вообще сделано непрофессионально. Как удобно, когда сохраняются ранние работы. Ну и скажите, все эти Рембрандты похожи? В одном случае три портрета похожи, и дальше идут двоюродные братья, а замыкают шествия, непонятно почему, примазавшиеся к имени Рембрандта люди, какие-то чужаки. Да, вероятно, Рембрандт каждый раз решал какие-то художественные задачи. Молодец, но мы ясно видим, что о похожести он не заботился. Ладно, это молодой художник, но что там дальше? Прошли годы, Рембрандт стал мастером Вития, и вот он в расцвете сил. Это портреты 1939 и 1940 года. То есть Рембрандту или 33 или 34 года. Когда глядишь на этих совершенно непохожих друг на друга господ, удивляешься, что у всех изображенных здесь разный возраст. Начнем с молодого. Вот автопортрет из Дрездена, где Рембрандт тонкий юноша. Вот автопортрет из Уфицы, где он еще юноша, но уже не нежный. Вот картина из Лондона 1640 года. Заметили, как художник взрослеет? Тут как раз он в правильном возрасте, ему 34 года. Вот афорт, который сделан в 1939 году, а Рембрандт дернулся и постарел лет на 10 по сравнению с Лондоном. И наконец Пасадена, где художнику около 50. А между тем это то же самое время. А это кто такой узнали? Это автопортрет Говерта Флинка, ученика Рембрандта, сделанный в том же самом году. Если вы вспомните, что я говорил про похожесть, то не удивитесь, что эта картина долго считалась автопортретом Рембрандта. Есть конечно у Рембрандта и похожие друг на друга автопортреты, которые я не привожу. Моей целью было показать, что непохожесть тогда была приемлема, что глаз у художников был не совсем пристрелямши, а рука часто дрожала. Но тут надо задать вопрос. Что же, Рембрандт неумелый и плохой художник, здесь я на секунду остановлюсь. Когда я учился рисунком, на похожести в учебном рисунке не настаивали. Считалось, что рисунок должен быть хорош и правилен. За это ставили оценку. Если же мы говорим не про учебу, а про творчество, то там еще меньше железных критериев. Картина должна быть хороша. Чтобы это не значило, похож человек или нет, вообще не важно. Во времена учения нам рассказывали байку, увы, не знаю ее источник, про Джулио Медичи, попенявшего Микеланджело, что скульптура Джулиана Второго Медичи, венчавшая саркофаг, совершенно на того не похожа. Он будет похож через 300 лет, ответил Микеланджело. Что ж, Микеланджело был прав. Какое нам дело сейчас до похожести носа у Джулиана Второго? Не за этим мы идем в капеллу Медичи. Автопортрет Рембрандта это моя самая любимая у него живопись. Среди них несколько шедевров. Их похожесть непохожесть оказывается вдруг неважной, как похожесть портретов Модильяне оказывается неважной для тех, кто любит Модильяне. Портреты как жанр потому и скучны, что художники и заказчики лишь за похожестью этой стремятся и стремились. В лучших своих автопортретах Рембрандт не к сходству стремился, а к чему-то другому, гораздо более он сам был и заказчиком, и моделью, и мог позволить себе делать что угодно. Зачем же нам сейчас выяснять, похожи ли были портреты в 17 веке или нет, даже в тех рамках приблизительности, о которых я говорил. Потому что так мы можем понять степень мастерства голландских художников, которые за похожестью обычно гнались и которые у них не всегда получалось. Но вернусь опять к Рембрандту и к тому, как у него часто сходство не выходило. Нужная нам картина это портрет якобы де Гейна третьего. Два молодых человека де Гейн и Морит Гюгенс заказали у Рембрандта парные портреты. Друзья, а вероятно и больше, договорились, что после смерти одного из них оставшийся в живых получит портрет своего друга. Морит Гюгенс был братом Константина Гюгенса, который и дал толчок карьере Рембрандта. Гюгенс был секретарем принца Аранских и в частности следил за их художественными коллекциями. Гюгенс был джентльменом, поэтом, полиглотом, композитором, музыкантом, а еще миллионером, ну, потому что его папа был государственным секретарем. И вот Константин Гюгенс, любивший своего брата и хорошо его знавший, а также близко знавший Рембрандта, увидев портрет Дегейна, не смог сдержаться и начал насмехаться над неумением художника. Портрет был не похож. Про портрет Дегейна он написал целых восемь эпиграмм на латыни. Приведу перевод трех. Если бы лицо Дегейна выглядело именно так, тогда бы это был очень похожий портрет Дегейна. Следующая эпиграмма. Рука Рембрандта, лицо Дегейна, и удивись, читатель, в то же самое время, это вовсе не лицо Дегейна. И еще эпиграмма. Умелый художник позавидовал, что Дегейн получил наследство от отца и создал ему посмертного брата, чтобы отдать тому половину наследства. Еще в начале 50-х годов 20-го века в научных книгах из восьми эпиграмм выбирали самую мирную и трактовали ее в качестве скрытого комплимента Рембрандту. Сейчас эти эпиграммы наконец-то переведенные и напечатанные чаще не упоминают. Но зачем? Ведь они уже напечатаны. Про портрет своего брата Гюргенс тактично промолчал. Эпиграммы напечатал в книге, выкинув единственную, где Рембрандт упоминается по имени. Ну, я же сказал, он был джентльменом. Портрета своего у Рембрандта Гюргенс ни разу не заказал, а к другим художникам обращался. Ну, ладно, может быть, один раз у Рембрандта вышло не похоже, а другие разы увы-увы. До нас дошло нотариальное свидетельство 1654 года. Рембрандту 48 лет. Еврейский торговец из Португалии Диего Дандрада пожаловался на Рембрандта, что он заказал у него портрет дочери, которая должна была покинуть дом. И вот, чтобы вспоминать дочку, нужен был ее похожий портрет. Он пошел к самому модному живописцу Амстердама, тот дочку написал, и вышел кто-то другой. Портрет был абсолютно не похож. Что было в результате этой жалобы, мы не знаем, но нам важен факт. Был заказ сделать похожее, а у Рембрандта не получилось. Тогда возникает вопрос, а зачем у Рембрандта заказывали портреты, если они были не похожи? Во-первых, мода на имя решала все, как она решает сейчас. Ну, зачем люди платят за уродливое современное искусство? Ну, по той же самой причине. Во-вторых, похожесть была во время Рембрандта не так и важна. Если портрет немного напоминал изображаемого, то и хорошо, то и довольно. Правда, и с этой приблизительностью Рембрандт иногда не справлялся. А другие справлялись? Трудно сказать, справлялись ли, и приведу здесь последний пример. Опять несколько художников, писавших ту же самую модель, это портреты Андриса де Графа. Нам известно пять таких. Живопись, графика, скульптура. Про класс голландских регентов я рассказывал. И вот Андрис де Граф один из регентов. Всемогущий правитель северных Нидерландов. Разумеется, безумно богатый, богаче Тульпа и Гюргенса вместе взятых. Вот его портреты. Большущий, в полный рост портрет кисти Рембрандта. Графу тут 28 лет. Про портрет скажу пару слов позже. Теперь портрет кисти Говерта Флинка, уже тут упомянутого, ученика Рембрандта, который сделал карьеру блестящее, чем его учитель. А все потому, что дружил и не скандален. Графу здесь 46 лет. Флинк с Андрисом де Графом дружил, постоянно бывал у него дома, модель свою хорошо знал. Вот Андрис де Граф на рисунке Ливенса. Графу еще раз 46 лет. Ливенс тут старался. Графу портрет понравился, потому что сохранилось авторское повторение рисунка. Вот оно. Есть еще одна копия с рисунком. Вот Гюст из-под резца того же самого Артуса Квеленуса. Графу здесь 50 лет. Вообще иногда кажется, будто бургомистры Амстердама считали, что если их не высекли в мраморе, то они напрасно занимали должность. И вот портрет кисти Терборха Андрису де Графу 63 года. Сохранилось три варианта портрета, лицо на всех одинаковое. Это значит, что портрет был одобрен заказчиком. Вот все портреты вместе. Даже учитывая, что между позированием Рембрандту и Терборху прошло 35 лет, тут разные люди портреты можно добавить еще одно отображение Андриса де Графа. На пейзаже, написанном около 1660 года, пейзаж приписывается Якобу ван Рейсделлу, а фигуры на нем Томасу де Кайзеру. Портреты Флинка, Ливенса и Терборха понравились, нареканий не вызывались, в них деланы копии. Флинк вскоре получил одобренный Андрисом де Графом колоссальный и выгоднейший заказ на украшение картинами новопостроенной дамской ратуши. Мраморный бюст тоже был принят. По крайней мере, он стал официальным изображением бургомистра. А вот с Рембрандтом вышел, да-да, очередной скандал. Мы знаем немного, только то, что по мнению де Графа Рембрандт запросил слишком высокую цену – 500 гульденов. Спорящие обратились в арбитраж. Несколько художников должны были решить, стоит ли портрет таких денег, и они решили в пользу Рембрандта, который после этого на всю жизнь лишился заказов от целого класса регентов. Регенты поддерживали друг другу повсюду. Интересно, что стандартная цена Рембрандта показалась де Графу, одному из богатейших и влиятельнейших людей Голландии, чрезмерной. Однако, по мнению властителей мира, художник должен был быть тише воды ниже травы. И Рембрандта не опростили. Сколько в результате заплатил де Граф за портрет и почему он не хотел платить, мы не знаем. Одна из версий видит причину неудовольствия в абсолютной непохожести, которая через 300 лет все еще смущает искусствоведов, подыскивающих для изображенного на портрете новые имена, потому что искусствоведы обязаны оправдывать гениальность, мастерство и божественность Рембрандта. В литературе портрет де Графа долго считали автопортретом, еще бургомистром Яном Сиксом, а также Францем Банником Коком, это центральный офицер в ночном дозоре, близнечно похожий на других моделей Рембрандта. Еще изображенного считали Корнелисом Яном Витсеном. Сейчас почти все ученые считают, что это де Граф, так вот, если непохожесть и была причиной недовольства де Графа, то другим художникам, которые вынесли арбитражное решение, непохожесть не помешала. По их мнению, портрет был на уровне, и Рембрандт мог требовать деньги, хотя модель с портретом не имела ничего общего. Почему непохожесть других портретов не смущала Андреса де Графа, я не знаю. Подытожу, если очень стараться, то Андреса де Графа, одного и того же человека, можно опознать только в портрете Терборха и в мраморном Бюстке. На других изображениях мы видим иных людей, друг на друга вовсе не похожих, только волосы вьются одинаково. Все это самые лучшие мастера голландского золотого века. Они попросту не считали нужным, а иногда и не умели изображать человека так, как научились художники 19 века. Однако, я уже сказал и повторю еще раз, портрет вовсе не должен быть паспортной фотографией. Если портрет это искусство, то там должно быть что-то другое. Что именно? А это каждый любитель живописи решает сам. Тут правил не бывает. Похожие примеры с непохожими портретами можно приводить еще и еще. Но я остановлюсь, чтобы не стало однообразно и скучно. про похожесть и непохожесть есть много увлекательных историй. И еще больше не менее увлекательных баек. Чего стоит одна, где провидец Модильяне похоже пишет еще не родившегося человека, используя для модели его отца. Однако, у меня видео не с историческими анекдотами, а про живопись. Наше понятие «похожий портрет» в 17 веке не существовало. Сходство значило не совсем то, что сейчас. Стандарты были иными. Главным в портрете было само его существование. Похожесть приветствовалась. Но непохожие и неумелые портреты Рембрандта и других художников заказывали и покупали, потому что фотографии, которая могла схватить черты лица, не существовало. Заказчику не с чем было сравнивать. И он удовольствовался тем, что есть. Дынешние задачи портретного искусства тогда не существовали. Они появились лишь после того, как была изобретена фотография. Фотография сильно изменила живопись, двинула ее совершенно в другом направлении. И напоследок еще небольшое замечание. Говорить о психологическом проникновении в душу изображенных людей, как вы понимаете, не приходится. Это риторическая формула, которой пользуются искусствоведы, которые ни фактами, ни живописью не интересуются. Спасибо за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...